Лётная гавань построена вместе с ангаром для гидросамолётов 100 лет назад по указу русского царя Николая II как часть морской крепости Петра Великого. Ангар – уникальное явление архитектуры, это первое в мире такое большое, безопорное железобетонное сооружение. До Второй мировой войны здесь стояли гидросамолёты. Со временем ангар пришёл в негожий вид, однако 10 лет назад его было решено отреставрировать и создать там музей, аналогов которого нет ни в одной европейской стране. За 10 лет этот музей посетило огромное количество человек, но под крышей ещё какого музея в мире есть настоящая подводная лодка «Лембит» 30-х годов. Вряд ли такой другой можно припомнить. Если и лодки, и парусники есть и в других морских коллекциях, то 100-летний пароход-ледокол «Суртыль» – это уж точно раритет всем раритетам. А мины, пушки, гидросамолёты и другие экспонаты в натуральную величину всего не перечесть. Так что понятно, почему музей и ангар для гидросамолётов удостоены множества наград. За 10 лет мы достаточно далеко продвинулись даже с этой экспозицией. Знаменитая наша выставка, которую мы здесь открывали помимо постоянной экспозиции, это выставка и «Титаника», многим ещё, так сказать, памятная. И выставки, которые были после этого, разные совершенно, на разные темы. И викинги были у нас в гостях, скажем так, и вот сейчас стоит военная выставка, и здесь есть выставка моделистов и так далее. В нынешнем году археологический сезон начался просто сенсационно. Во время строительства офисного здания на улице Лоции в Таллине под землёй были найдены останки судна, размер которого превышает все ранее выкопанные у нас остовы судов. Обломки корабля были найдены в устье, когда-то протекавшей здесь реки Харьепе. Во время раскопок были найдены настоящий клад для археологов и музейщиков. Это детали одежды, остатки бочки и даже ёмкости, в которой хранили кислую капусту. Этот некогда заурядный предмет для хранения закуски под крепкие напитки теперь станет музейным экспонатом, как и найденная там оловянная гиря, вазы, очень большое количество наконечников стрел, остатки верёвок из бычьей шерсти, пропитанной дёгтем и даже останки пары крыс. А совсем недавно археологи обнаружили ещё несколько уникальных вещей, как, например, нечто загадочное из того времени, но загадку удалось разгадать. Компас был найден, он состоял из двух частей. Вначале мы нашли внутреннюю его часть, и мы долго не могли понять, что же это такое. Ну а потом нашли его корпус. Раньше мы не находили ничего подобного. Музей Лётная гавань скоро прибавится работы, поскольку найти решение, которое позволит сохранить эту крупную находку и, более того, экспонировать её в будущем. С этой целью рядом с ангарами для гидросамолётов нашей Лётной гавани планируется построить здание «Эйлинга» для хранения коллекции судов. Это хороший подарок для нас. Но, с одной стороны, работа прибавилась, но, с другой стороны, это очень достойная работа и очень интересная. Так что я думаю, что и по этому поводу у нас будет обязательно и выставкой, и, наверное, в будущем и конференция. Ну а благодарные посетители поздравляют именинников и надеются иметь возможность проследить за уникальной работой консервации останков одного из крупнейших кораблей в Северной Европе. Сергей Овченков, Март Эйнло, Новости Таллина. Субтитры создавал DimaTorzok